МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, что у вас было настроение для работы, потому что во многом от вашего настроения зависит, кстати, в будущем, как тепло у нас будет в городе. Отопительный сезон стартовал, все ли идет у нас по плану? Большое спасибо за поздравления, очень приятно. Действительно, отопительный сезон в Свердловской области уже стартовал, на севере области уже с 12-го числа, на юге еще в ближайшие дни. В Екатеринбурге с 17-го числа в соответствии с постановлением главы города начался поэтапное начало отопительного сезона. Телезрители могут зайти на сайт министерства, либо администрации города и ознакомиться, в каких числах в их дома должно прийти тепло. Но мы все прекрасно понимаем, что когда за окном на улице плюс 20 градусов, мы все не торопимся подключаться к теплу. Но тем не менее, задача коммунального комплекса – подать тепловую энергию к жилым домам, объектам в социальной сфере, а дальше уже по желанию можно принять это тепло, либо нет. Николай Борисович Смирнов, 51 год. Окончил ОГТО УПИМ, кандидат химических наук, химик в четвертом поколении. Служил в армии и в танковых войсках. Работал младшим научным сотрудником в Институте электрохимии «Ураран» в Екатеринбурге. В начале 2000-х годов занимал пост начальника отдела энергии и ресурсосбережения научно-технической политики Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области. В ноябре 2011-го назначен на пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Николай Борисович любит читать исторические книги, но изусть знает таблицу Менделеева «Садовод». В связи с отопительным сезоном губернатор Евгений Куйбышев дал ряд указаний, от выполнения которых зависит своевременный безаварийный пуск тепла. Во-первых, он сказал, что необходимо оперативно завершить оставшиеся ремонты коммунальных объектов, и чтобы до 10-го числа у нас, до 10-го, хотя мы 30-го, по идее, должны закончить, но до 10-го, там, краешек, если что, захватываем. Вторая задача — это обеспечить высокое качество коммунальных услуг, ну и третья, наконец, если не ликвидировать, то максимально сократить долг. Сейчас мы должны около 6 миллиардов рублей за топливные энергетические ресурсы, а общая задолженность за жилищные и коммунальные ресурсы составила почти 12 миллиардов рублей. Как мы будем деньги вызыскивать? Ну, начнем по порядку. Да, давайте, с самого первого. Действительно, задача губернатора Северной области на заседании правительства, которое прошло 20 сентября, была поставлена задача в кратчайшие сроки, до конца месяца, завершить те работы, которые еще не завершены по подготовке к отопительному сезону. Я могу отметить, что оставшаяся часть работ уже не сказывается на начале отопительного сезона. Это дополнительные работы по изоляции теплотрасс, по ремонту резервных котлов и так далее. То есть могу констатировать, что на сегодняшний день Свердловская область 100% готова к началу отопительного сезона, а те оставшиеся работы будут завершены к началу октября. То есть задача, поставленная губернатором, будет, безусловно, выполнена администрацией муниципальных образований, предприятиями коммунального комплекса и органами исполнительной власти. Не замерзнут. Да. Второй момент, который вы затронули, это... Второй момент, это у нас обеспечение высокого качества коммунальных услуг. Да, качество коммунальных услуг, оно неразрывно связано и с первой частью. Если ремонты выполнены, подача тепловой энергии будет осуществляться на лежащем уровне, и дома готовы к приему тепла, а в настоящее время можно констатировать, что уже почти 97% домов имеют паспорта готовности, уже технически готовы к приему тепла, и можно констатировать, что как только температура наружного воздуха потребует подачи тепла в квартиры, это будет выполнено. Кстати, касаемо подачи тепла, процитирую губернатора, он призвал к разумному отношению к ресурсам, к трате, и сказал, батареи в помещениях должны быть горячими, но не настолько, чтобы люди были вынуждены держать окна открытыми. К сожалению, бывает такая практика, это не секрет. В этом году будет такое все-таки или не будет? Ну, здесь задача как нам, так это вопрос к жителям. Мы сейчас, коммунальный комплекс подает теплоноситель с пониженной температурой, но опять же, если жители видят, что им не нужна эта услуга, они имеют право не принять, то есть перекрыть вентили на батареях или уменьшить подачу. У нас сейчас есть различные технические устройства, которые регулируют объемы подачи теплоносителя в радиаторы. То есть здесь, если жители хотят снизить потребление, они имеют право установить, даже начиная от приборов регулирования непосредственно на радиаторе, так можно поставить и автоматический комплекс на дом, который будет определять и подавать необходимое количество тепловой энергии, необходимой для поддержания необходимой температуры в жилых помещениях. Все в руках собственников. Понятно. И третий вопрос, это задолженность. Действительно, это самая проблемная на сегодняшний день и трудно решаемая задача. Мы прекрасно видим, что, несмотря на то, что происходит некое снижение задолженности в летний период, постепенно за зиму опять накапливается. Причин несколько. Это и изношенных тепловых сетей, износа тепловых сетей, это и наличие, к сожалению, еще пока неэффективных котельных, которые вырабатывают ресурсов больше, чем потребляется потребитель, необходимо строить новые котельные. И, что, к сожалению, немаловажно, это задолженность потребителей коммунальных услуг, это непосредственно жители. Из совокупной задолженности за жилищные коммунальные услуги, 63%, то есть более половины, значительно больше, это непосредственно долги жителей. Это не долги ресурсоснабжающих компаний, не долги управляющих компаний. Это долги непосредственно потребителей услуг, непосредственно жителей. Поэтому, пользуясь возможностью, пользуясь эфиром, я обращаюсь к жителям Свердловской области, Екатеринбурга, к тем, кто нас смотрит. Увидительная просьба, погасить задолженность, ведь именно за счет наших с вами средств, которые мы оплачиваем, жилищные и коммунальные услуги, осуществляется подготовка к отопительному сезону. Могу привести пример. В этом году на подготовку всего жилищно-коммунального комплекса из всех источников было направлено более 6 миллиардов рублей, почти 6,5 миллиардов рублей. Задолженность жителей в настоящее время соизмерима этой величиной 6 миллиардов рублей. То есть, представьте, что можно было бы сделать, если бы все должники погасили эту задолженность. Мечты. Но позитивная динамика ведь наметилась. Динамика есть, да, действительно. По 400 миллионов только за летний период просроченной задолженности было оплачено. Причем я могу сказать так, что долги имеют не малоимущие, граждане. Как раз для тех, у кого совокупный доход меньше, оплата за коммунальные услуги составляет более чем 20% от совокупного дохода за счет бюджета Свердловской области, по поручению губернатора Свердловской области, ежегодно выделяются средства и компенсируют эти затраты. Основная задолженность как раз именно у тех потребителей, которые имеют финансовую возможность, но по тем или иным причинам не оплачивают. Как мы можем на них воздействовать? Первое, я все-таки считаю, через сознание. Мы должны убеждать, что потребительный ресурс надо оплатить, иначе может наступить время, когда этот ресурс не будет представлен. Второй момент, я могу откровенно сказать, что наиболее злостные неплательщики будут подключены к теплу позже, чем добросовестные. И третье, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, с этого года мы имеем право по судебным решениям взыскивать не только имущественные, которые есть в квартире, но и налагать арест на квартиру, а также запрещать выезд за рубежи Российской Федерации до погашения задолженности. Я считаю, что это правильно. По-другому просто никак деньги не забрать. Все-таки хотелось бы, чтобы через сознание. Хорошо. Будем надеяться, что все люди вас услышали и прониклись этой идеей. На Среднем Урале заработала первая в России образовательная программа по формированию комфортной городской среды. Расскажите, что это за программа такая? Действительно, по поручению президента Российской Федерации с 2017 года реализуется крупный федеральный проект создания комфортной городской среды, который подразумевает строительство и реконструкцию общественных территорий, чтобы было понятно, это парки, скверы, набережные. То есть то, что для досуга большого количества жителей. Так и есть отдельная программа по дворовым территориям, где государство из федерального областного и местного бюджета выделяет средства на софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий. Мы прекрасно понимаем, что есть особенности этой программы. Это и бюджетное финансирование, и участие средств вне бюджета, в первую очередь собственников. Поэтому для обучения, в первую очередь, органов местного самоуправления, специалистов и глав на базе областного учреждения Института энергосбережения был создан Центр компетенций, в котором мы рассказываем муниципальным служащим все новеллы законодательства, как теоретически, так и на практике показываем, что необходимо сделать, чтобы не только получить финансовые средства на выполнение этих работ, но и грамотно их использовать с тем, чтобы эти дворы функционировали не один-два года, а в течение многих лет, чтобы общественные территории доставляли радость всем жителям. Безусловно. Я знаю, что на недавнем заседании областного кабмина губернатор Евгений Куйвышев дал распоряжение в первую очередь пройти вот это самое обучение специалистам тех муниципальных образований, где качество работ по реконструкции объектов благоустройства вызвало его нарекания. То есть, я знаю, что это за муниципалитет, но хотел бы вас все-таки спросить, что это за муниципалитет и чем остался недоволен губернатор? И как это сейчас исправляется? Было отмечено два основных недостатка. Первое – это темпы выполнения работ. В первую очередь это по тем муниципальным образованиям, где даже были растургнуты контракты. Но это Екатеринбурга не касается? Нет. Это Эрбит и Березовский. В то же время было отмечено, что не во всех муниципальных образованиях, не на всех дворовых территориях, учитывается комплексный характер работы. То есть, например, жители либо администрация принимает решение, что мы будем делать одно, второе, третье, а для комплексного подхода надо выполнить не менее шести видов работ. Целый ряд требований. Да. Но мы выделяем в соответствии с федеральным постановлением деньги в том случае, если в проекте предусмотрено минимум шесть видов работы. Это четыре обязательных вида. Это освещение, покрытие, это газоны, асфальтирование, это малые архитектурные формы, это горки, песочницы, это наличие скамеек и так далее. И два дополнительных, потому что жители сами принимают решения. Но это, подчеркнуто, минимальный перечень. Соответственно, для того, чтобы был комплексный подход, необходимо увеличить эти работы. И поэтому администрация должна работать совместно с жителями, с тем, чтобы были и контейнерные площадки, были и парковки, и многие другие виды работы. Парковки, какая все-таки эта тема благодатная. Да, но здесь надо отрабатывать очень аккуратно. Часть жителей хотят, у кого есть машины, чтобы парковки были во дворах. Далеко не всегда, большинство. Многие говорят, нет, мы не хотим, чтобы здесь стояли машины, особенно в зимнее время прогревали свои двигатели, чтобы мы дышали. Но это дело, где машины оставлять? Двор-то ведь общий. Ну, давайте так, в соответствии с федеральным законодательством, двор не является территорией для стоянки машины, она для парковки на определенный промежуток времени. В смысле, она же и не запрещена законодательством. Да, они могут оставлять, но есть требования, что расстояние от дома должны быть соблюдены. И второе, все-таки, есть специально отведенные места, где необходимо парковать машины. Это отдельные парковки, в том числе и многоярусные, которые строятся. Ну, а если, ну, брать старые дома, то есть там уже ничего не построить, если жильцы договорились между собой, что мы можем здесь парковать машину, подписали соответствующее соглашение, то это все в норме закона. Это мы четко на учебе рассказываем. Во-первых, нужно посмотреть, кому принадлежит земля. Если земля отмежована к дому, то есть собственники его дома являются собственниками, это участки платят земельный налог, никто не имеет права заставить их что-либо сделать на этой территории. Это может выполняться только по решению общего собрания жильцев. Существом, если земля не отмежована, то есть она является муниципальной, здесь полная ответственность и права, и обязанности муниципалитета, который может принимать решения по размещению на этой территории тех или иных объектов благоустройства, но в соответствии с правильными благоустройствами, которые утверждены не только на федеральном и областном уровне, но и в каждом муниципалитете. В настоящее время уже приняты современные правила благоустройства, в которых прописано, что должно быть, на каком расстоянии от многоквартирных домов, от объектов социальной сферы и так далее. И кто несет ответственность за их содержание. Как сама программа по благоустройству комфортной городской среды реализуется? Мы полгода назад всем городом голосовали за три объекта, которые должны до конца года быть у нас реконструированы, отремонтированы и так далее. Мы укладываемся в сроки? Дорогие, я вас немножко поправлю. Мы голосовали, выбирали из четырех объектов, те, которые наиболее перспективные жители хотят, чтобы делали в первую очередь. В первую очередь. Но я так понял, до конца года или нет? Нет, в этом году мы начинаем два объекта. Вернее, начали по Екатеринбургу. Это парк, сквер возле оперного театра, за ним. И продолжаем набережную от Малышева до Куйбышева. Работы огромные, требуют финансирования, если совокупность двух этих объектов, более 300 миллионов рублей. И они будут выполняться в течение двух лет. Восемнадцатого и девятнадцатого года. То есть, к концу девятнадцатого? К концу девятнадцатого года эти участки будут выполнены. И жители... Да можно сейчас пойти и посмотреть, что уже делается. Идет работа и по набережной, и по оперному театру. Но мало того, мы планируем, что с двадцатого года мы продолжим работы по набережной. И задача губернатора Средневосковской области четко поставлена. И администрации города, и Министерство энергетики, и ЖКХ сделать всю набережную и сети в городской черте прогулочной зоной, чтобы мы там получали удовольствие, гуляя с детьми, со своими родителями, близкими, друзьями. Хорошо. Недавно было совещание, где обсуждалось изменение взносов за капитальный ремонт. Чего нам ждать? Когда ждать? Как изменится? На заседании правительства было принято постановление, в соответствии с которым с первого января девятнадцатого года ставка платы в соответствии с жилищным кодексом будет увеличена на индекс инфляции. То есть, инфляция у нас четыре процента. Соответственно, будет ставка платы не девять рублей, а девять рублей, 36 копеек за один квадратный метр. Это взнос позволит нам, первое, поддержать те темпы ремонта, которые есть сейчас, потому что мы прекрасно видим, что идет рост стоимости строительных материалов. И как раз эта ставка платы повышения компенсирует частично этот рост. Соответственно, мы сможем выполнять весь тот комплекс ремонтов на многократных домах. Ведь мы один из немногих субъектов, которые проводят комплексный ремонт, а не один-два вида работ. Второе, нам позволит не переносить большое количество домов на более поздний период, которые сейчас у нас стоят в ремонте, в связи с тем, что не хватает денег на их капитальный ремонт. Ведь ремонт осуществляется именно за счет платежей нас, как собственниками жилья. – Раз заговорили о капитальных ремонтах, давайте поговорим об итогах летнего сезона этих работ. Что успели сделать, что не успели сделать или выполнили все, что планировали? – В первую очередь у нас годовой цикл. Мы отслеживаем, что к концу года будет выполнено. Мы пока не видим опасения, что программа капитального ремонта не будет выполнена в этом году. Но особый акцент мы в летний период делали за контролем по сезонным видам работ. В первую очередь это системы теплоснабжения, дальше фасады и отмостки. Но если по фасадам и отмосткам времени у нас еще недели 2-3 есть, погода позволяет, и работаем. – Да, ну наша задача все-таки в середине, в начале октября завершить эти работы, то к началу топливного сезона должны быть завершены работы на системах отопления. Можно констатировать, что на сегодняшний день система отопления всех многоквартирных домов, которые были в капитальном ремонте, готовы к приему тепла. Да, у нас есть случаи, когда собственники жилых и особенно нежилых помещений не допускают для ремонта. Поэтому мы пока такие системы не принимаем и ведем работу с собственниками этих помещений, с тем, чтобы можно провести работу либо в зимний период, либо в следующее лето. То есть максимум мы даем год. И вместе с собственниками, подрядчики и фонд капитального ремонта работают с теми собственниками помещений, которые не допустили. Объясняем, что в случае, если вы не пускаете свои помещения, этот участок системы не будет отремонтирован, естественно, не будет такого качества ремонта. И второе, в том случае, если при порыве на этом участке затопятся квартиры соседей, ответственность материальную, административную, а не дай бог и уголовную, будут нести собственники тех квартир и нежилых помещений, которые не допустили подрядчика для выполнения этих работ. Мы такие акты составляем по каждому недопуску. И в случае, ну не дай бог, но в случае необходимости они будут приявлены в суд. А то есть процент таких людей, которые не пускают к себе в квартиру... Он, к счастью, небольшой, но, тем не менее, 3-5 процентов есть, это в основном в крупных городах, так как и Екатеринбург, в первую очередь. Но, тем не менее, даже если люди не пускают, Свердловская область вошла в тройку лидеров рейтинга ОНФ по реализации программ капитального ремонта. Мы заняли второе место, второе место после Москвы. Здесь нужно отметить, что определяли по трем основным параметрам. Это процент выполнения программы, то есть количественные показатели. Второе – наличие жалоб и их устранение, то есть качественные, то есть качество ремонта. И третий основной показатель – это собираемость за капремонт. Вот здесь по третьему показателю у нас есть куда подтянуться. У нас пока еще порядка 95 процентов собираемость. И опять обращаемся к жителям. Давайте погасить задолженность, потому что именно за счет этих средств и будет отремонтирован ваш дом. В области одобрен проект стратегии развития ЖКХ до 2035 года. Расскажите об этом проекте. И мне вот особенно интересны направления. Чистая среда, технологии комфорта, городской парк. Их же очень много. Расскажите о них поподробнее. Действительно, в стратегии четко прописаны основные направления развития всей отрасли жилищного и коммунального хозяйства. Это и коммунальная инфраструктура, это и капитальный ремонт на квартирных домах, это и благоустройство окружающей среды, включая, что мы с вами говорили, парки, скверы, дворы. Но благоустройство наше невозможно при том уровне функциональной системы по сборе, утилизации твердых коммунальных отходов. К сожалению, это больное место не только для Свердловской области, но и в целом для Российской Федерации. И не случайно уже второй год по поручению президента идет жесткая борьба с несанкционированными сфалками. Самое главное – это выстраивание новой системы по сбору, утилизации и, самое главное, еще повторюсь, переработки тех отходов, коммунальных отходов, которые мы с вами выбрасываем. Эта система будет работать, начнет в полном мере работать со следующего года. С 1 ноября начнет функционировать работа региональных операторов. Здесь уже они будут нести ответственность за сбор и вывоз мусора, а потом будут строиться новые заводы, цеха по переработке отсортированного мусора. Потому что по поручению губерната Свердловской области у нас в стратегии четко прописано – сжигаться мусор не будет, он будет перерабатываться для того, чтобы создавались новые рабочие места, новые производства, ультрасовременные, с тем, чтобы максимальный объем коммунальных отходов, которые мы называем отходами, это было бы сырье для новой отрасли промышленности. – Да так и должно быть. Чем больше мы перерабатываем, тем лучше. Нельзя же все время брать, брать, брать у планеты и не отдавать. Вопросы гостификации Свердловской области переходят в формат проектного управления. Что это значит? Решения, что будут приниматься быстрее, будет меньше проволочек, меньше каких-то ненужных согласований? – Я бы так сказал, что это будет оптимизация процесса. Очень часто мы начинаем принимать те или иные управленческие решения, когда уже процесс запущен. Как бывало, глава приходит с уже готовым проектом, на который затрачены средства местного бюджета, говорит, вот проект, вот у нас 200 домов будут подключены, дайте деньги, мы построим газопровод. А когда построили, оказывается, что из этих 200 домов готовы подключиться 2-3-4. И в итоге неэффективное расходование средств на проект, неэффективное расходование средств на строительство. Поэтому задача проектного офиса – начать работу уже с первого этапа. Определить приоритетность строительства тех или иных газопроводов. Исходя из объемов газа на той или иной территории, дополнительных лимитов, второй – готовности потребителя подключиться к газопроводу. Это и жилые дома, и объекты социальной сферы, промышленные, сельхоз, предприятия. И чтобы оценить, что же даст для той или иной территории строительство газопровода. Чтобы получилось так, что газопровод построили, а потом в течение 3-4 лет он не функционирует, пока не наберется необходимый объем потребителя. – То, о чем недавно президент говорил как раз на недавнем совещании, про то, что деньги выделяются. Вот про строительство моста. И смысл строить мост, если через него не будет налажено движение. Потери денег. Деньги вложили, деньги не отрабатываются. – Вот именно здесь так и будет. И дальше тоже самое проигнофис будет отслеживать качество строительства, чтобы параллельно со строительством газопроводов уже готовились и потребители. С тем, чтобы когда газопровод введет в эксплуатацию, в течение года, максимум двух, не менее 70% потребителей могли подключиться к нему. – Очень рациональное решение. Кстати, давно, наверное, назревало. Почему не сделали раньше? – Ну, здесь слишком много разных проблем, которые есть. В том числе у нас только газораспределительных организаций. Пять. Надо их всех свести в одно. Сейчас уже принято решение, что будет отдельный офис. Именно офис не только в названии, это будет помещение, где будут присутствовать представители всех газораспределительных организаций, основных поставщиков газа, которые будут там. И именно таким мозговым штурмом будут приниматься те или иные решения. Ну, а последнее слово решающее у нас, естественно, за губернатором. – Хорошо. И напоследок, Ваше министерство в этом году вновь поддержало всероссийские фестивали энергосбережения. Вместе ярче. Об этом, да, к сожалению, не так много народу знают. Почему-то кто-то может быть думать, что в кабинетах министерства все так довольно скучно. Вся эта работа, рутина. А тут вдруг вместе ярче счет с хэштегом, да, с этим значок. Расскажите, что это за мероприятие, как оно проходит, на кого оно направлено. – Действительно, этот проект реализуется уже в течение трех лет. Он был предложен Федеральным министерством энергетики Российской Федерации тем, чтобы обратить внимание всех жителей на… Вы не сказали, что это проблема. На ту ситуацию, которая есть в сфере энергосбережения. Ведь иногда в погоне за комфортностью, да, мы забываем о том, что перерасход электроэнергии скажется потом на нашем объеме потребления, соответственно, оплате. Поэтому задача сделать так, чтобы жизнь была, с одной стороны, яркая, красивая. Это не только со стороны света, но и со стороны культурных мероприятий. С другой стороны, это не должно сказаться на кошельке потребителей. И именно вот эти акции, которые проводятся во всех населенных пунктах, в данном случае Свердловской области, призваны призвать, в первую очередь, молодое поколение, ведь именно им жить в будущем, тем, чтобы их мышление, их образ жизни формировался в нужном для них направлении. Николай Борисович, спасибо Вам за этот разговор, за Ваш профессионализм. Отдельное спасибо. С Вами всегда интересно. Все конструктивно, все замечательно. Спасибо и Вас, также с прошедшим моим рождением. Да, спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Разговор с главным». В гостях у нас был министр энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Мы говорили о старте отопительного сезона, в ходе реализации программы по формированию комфортной городской среды и завершении летнего этапа работ капремонта. Спасибо, что смотрите. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова